8 августа 2020 года. Ответный матч 1-8 финала плей-офф в Лиге Чемпионов между Мюнхенской Баварией и Лондонским Челси. В первой встрече мюнхенцы легко одолели своего соперника со счетом 3-0 на выезде и имеют огромные шансы на выход в четвертьфинал. Салют, бандиты! Майкл Джей на связи. Это рубрика «Пес прогноз». И сегодня мы попробуем смоделировать этот матч в Pro Evolution Soccer 2020 и посмотреть, как же может в теории закончиться ответная встреча. Погнали! Бавария в очередной раз стала чемпионом Германии, а вот Челси закончил сезон АПЛ на четвертом месте, уступив по дополнительным показателям Манчестер Юнайтед. Дорогостоящих новичков, которых приобрел лондонский Челси, пока в составе нет. Они могут быть заявлены только на следующий розыгрыш и Лиге Чемпионов и, соответственно, любых других турниров. Поэтому играют те, кто был у них в составе. И пока Тэми Абрахам пытается здесь набрать скорость и легко у него мяч Йозу Кимих отбирает. Почти 30 минут сыграли команды. Пока без опасных моментов. Небольшое территориальное преимущество все это время было на стороне Челси. Понятное дело, им нужно отыгрываться. Но до реальных моментов у ворот Ману Нойра не дошло. Ковачеч играет на Эмерсона. Тот включает Уиллиана. И Тэми Абрахам разворачивается, наносит удары и забивает Тэми Абрахам. 34 минута. И Челси отыгрывает один мяч. Мы проецируем это, конечно, на результат реальной встречи, где был счет 3-0 в пользу Баварии, напомню. И вот так вот Тэми Абрахам один мяч отыгрывает. Пока еще очень много надо усилий приложить лондонцам, чтобы добиться такого же результата в ответном поединке. Но вот первый шаг сделан. Хороший удар и повели лондонцы. Тиагу Алькантара включает Кинг Силикомана. Штрафной француз режет угол. Подачу делает на Роберта Ливандовски. И тот боковыми ножницами через себя наносит удар выше ворот. Ну и вот он, первый по-настоящему опасный подход мюнхенцев. И хороший навес от Кинг Силикомана. Удар Ливандовски все-таки немножко выше. Заканчивается потихоньку первый тайм, но это не значит, что Челси не идет в атаку. Аспеликоя-то выигрывает здесь борьбу у Альфонсо Дэвиса. Можно подавать, а можно через пасик здесь. На Матео Ковачича тот находит Педро Родригеса. Родригес удар с рикошетом и угловой перед самым перерывом. Подача Ковачича. И неплохая подача. Можно там побороться. Справляется Нойер, но не очень уверенно. Но все-таки отбиваются мюнхенцы. Последняя атака в первом тайме Жоржиньо. Играет на Ковачича. Тот в край. Эммерсан. Можно попробовать подачу сделать на Абрахама. Но опять-таки через пас играет Челси. Очень неплохо Жоржиньо. Абрахам. Один раз он уже развернулся. Абрахам не бьет. Держит мяч Тэмми Абрахам. Вот сейчас наносит удар. И не смог здесь добить Виллиан. По всей видимости все на этом. Первый тайм закончен. И Челси впереди. Но им еще нужно много-много усилий приложить, чтобы отыграться с 0-3. Филиппе Кутиньо. И классный отбор от Жоржиньо. Пас пошел в направлении Педро. Но широкая спина Жерома Ботенга не позволяет добраться испанцу к мячу. И попыточка Баварии на этот раз уже распрямить свои крылья. Выйти в атаку. Но никуда не торопится. Теоголь Кантера счет устраивает. Конечно же полностью Бавария. Кутиньо. Томас Мюллер. И страшный Роберт Левандовский. Ошибается в передаче. Кстати, возможно опять что-то получится у Челси. Педро. Попытка перевести мяч налево. И слишком сильно. Обязательно напишите в комментариях, какой по вашему счет будет в реальном поединке. Потому что действительно Челси совершить поистине подвиг нужно. Чтобы по факту отыграться с 0-3. Учитывая, что это будет номинально гостевой поединок. Меньше 10 минут играть. Хороший пас в направлении Роберта Левандовского. И тот в ходу бьет. Не входя в штрафной. На месте Кепа Рисабалага. 84-я минута. Право на штрафной. Получает Челси. Удар. Маркос Алонсо. Рикошет от стенки. И мяч. Легкая добыча для Ману Нойера. Каман. Получает мяч против Аспеликоя. Это 89-я минута. Как мы понимаем уже не сможет в нашем пес прогнозе отыграться. Челси со счета 0-3. Но по всей видимости одержит победу. Гостевую. Ну посмотрим. Посмотрим как оно сложится в реальной жизни. Я вас благодарю за просмотр. И не забывайте подписываться на канал. Скоро новые ролики. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok